Приветствую вас, совершенно очевидно, что вы уже достаточно состоявшийся человек, вот, совершенно очевидно, что вы профессионально зрелый человек, совершенно очевидно, что вы знаете, чего вы хотите, совершенно очевидно, что вы знаете, куда идете. Вот, поэтому я полагаю, что все-таки без индивидуальной работы, без анализа невозможно будет сказать, а, значит, почему именно, почему именно, значит, к этому мальчику у вас возникла такая реакция, такое чувство. Есть такое понятие, да, как импринтинг. Импринтинг – это когда какое-то, на первый взгляд, нейтральное событие в жизни человека приводит к несеразмерным, несопоставимым чувствам по поводу этого события. Импринтинг – это, по сути, такой, знаете, неосознаваемый продукт ваших предпочтений. Вы можете сами почитать об этом в интернете, я сейчас не буду на этом заострять внимание. Выскажу я только лишь одну идею. На эту идею меня натолкнуло то, что вы работаете воспитателем в лагере, и то, что называете брак удачным. Опять же, я сейчас не буду заострять внимание на том, почему именно это навело меня на мысль. Но могу сказать, что в вашей семье не хватает искренности, не хватает, возможно, чувств, не хватает какой-то спонтанности. В вашей семье, возможно, нет достаточно живости в отношениях. Возможно, вы не чувствуете себя нужной своему ребенку. А быть может, все гораздо проще, и просто вы хотите мальчика. Хотели мальчика, но родилась девочка, девочку вы любите свою, но желание мальчика все равно осталось. И просто это перенеслось на теперь уже вот этого мальчика девяти лет. Вот и все. Побаривать это ни в коем случае не нужно. Нужно раскрывать, нужно раскрывать этот чувство, смотреть, что за ним стоит, и корректировать ваше поведение, чтобы оно привело к удовлетворению вашего желания, каким бы оно ни было. Потому что, подавляя его, вы не сделаете счастливыми ни себя, не сделаете счастливыми ваших родных. Вот. Ну и совершенно очевидно, что к мальчику вы испытываете привязанность не к нему самому, по отношению к мальчику вы испытываете привязанность не к нему самому, а к его образу, который вы себе нарисовали, либо который был нарисован. Образ. То есть подумайте, как он вам представляется. Вот. Подумайте, как он вам представляется. Каким вы его видите? А как вы себя видите? Что это за чувство? Понимаете? То есть именно привязанность ведь? Да? То есть привязанность. Привязанность – это бобретность. Бобретность – это желание. Вот что вы хотите? Что вам не хватает? Что дает вам этот мальчик? Какие чувства? Вот в этом направлении стоит подумать. Естественно, в таком достаточно сложном, неоднозначном проявлении эмоций на основании столь небольшого текста разобраться возможности нет. Вам нужно выбрать себе эксперта и взять несколько консультаций для того, чтобы совсем подробно разобраться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!